Министерство коммерции КНР приступило к расследованию в отношении торговых и инвестиционных барьеров Евросоюза, направленных против ввоза электромобилей из Поднебесной. Ведомство изучает эту проблему по запросу Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции. 4 июля Евросоюз ввел дополнительные сборы до 37% для электромобилей из КНР. Как сообщили в Еврокомиссии, пошлины стали результатом расследования о государственных субсидиях в китайском зеленом автопроме. Пекин не согласен с обвинениями в чрезмерной поддержке отечественных производителей. Для сбора информации от всех заинтересованных сторон мы проведем опросы, слушания и инспекции на местах. Расследование должно завершиться к 10 января следующего года. При необходимости сроки могут продлить до 10 апреля. Со своей стороны мы обеспечим честность, беспристрастность и прозрачность процесса. Сейчас Пекин и Брюссель ведут консультации об антисубсидийном расследовании Евросоюза. Хэй Юньцянь подчеркнула, что при этом важно опираться исключительно на факты, которые признают обе стороны. Мы надеемся, что европейская сторона признает тот факт, что конкурентные преимущества китайских электромобилей не обусловлены субсидиями. Кроме того, сотрудничество Китая и Евросоюза в автомобильной промышленности способствует общему развитию. Даже представители индустрии электрокаров из ЕС выступают против торгового протекционизма. Рассчитываем, что в Европе примут разумное и объективное решение. Тем временем во Всемирной торговой организации подтвердили, что на следующей неделе приступят к раунду рассмотрения торговой политики КНР. В Пекине заявляют, что твердо поддерживают многостороннюю систему товарооборота, а китайские ведомства уже сотрудничают с ВТО.